И у нас обзор текущей ситуации, если меня слышно, поставьте плюсы, если звук не фонит, все нормально, отлично. Я сначала представлюсь, я вижу здесь новые имена есть, я Фред, трейдер, управляющий активами, торгую на опционных рынках, большей частью, наверное, уже даже 99% трейдов, это опционы, торгую своей стратегией, не то чтобы авторской, но она создана из обычных книжных стратегий, правда я ее сильно очень переделал, торгую теми же активами, что и вы, просто через немножко другие инструменты, это нефть, самая любимая, американские акции, опционы на валютные фьючерсы, иногда золото, когда есть волатильность хорошая. Торгую уже много лет, ну и по совместительству пишу аналитику, статьи, веду тренинги, публикации и все, что связано с рынком. В общем, рынок это моя жизнь. Я предупрежу вас о рисках, потому что регуляторы требуют от компании Admiral Markets обязательно это делать, вы и без нас знаете, что маржинальная торговля это риски, можно потерять больше, чем есть, потому что торгуете с плечом, ну и покажу вам офисы фотографий, точнее офиса в Лондоне и в Таллине, и вот контакты, которые вы, скорее всего, и без меня знали. Давно никто не предлагает тем для вебинаров, у нас на следующий четверг, вот не на этот четверг, а на следующий 2 августа уже есть вебинар, точнее это даже курс со 2 по 2, 3, 4, 3 дня, курс посвящен пардному трейдингу, так называемый pair трейдинг, вот у вас в начале Роман ссылку выставлял здесь на ютуб вебинара, и мы 2 августа начнем уже сам курс, он будет не то чтобы посвящен, он покажет, как работает парный трейдинг, он покажет, как выбирать валюты, корреляции, с какими инструментами он лучше работает, что вообще с этим методом делать, как с ним работать, один из немногих методов, который можно назвать действительно маркет нейтральным, рыночно нейтральным, потому что в части движения активов все равно куда пойдет рынок, все равно куда пойдет индустрия, если это две бумаги из одной индустрии, по одной у вас buy, по одной sell, самое главное сделать это вовремя, в нужном объеме, с нужным коэффициентом, в нужный момент на графике, на таймфрейме, и обо всем этом, конечно же, я расскажу, научу, я этим методом давно уже не пользуюсь, время от времени к нему прихожу через маркет нейтральную стратегию на акциях, не совсем парный трейдинг, ну так скажем, я эволюционировал еще дальше, собственно, акционы это и есть, самая верхняя, самая кульминация вообще всех рынков, всех инструментов, всех методов, ничего сложнее, ничего круче я пока не встречал, и обо всем этом мы поговорим 2 августа, 3 дня подряд, по 2 часа будет вебинар, курс, записаться на него можно, это уже к Роману надо обратиться, все, что нужно, написать ему email и зачислить 200 долларов депозита на счет, вы даже его можете потом снять, но как бы это же не принципиально, главное, чтобы с улицы просто люди не приходили, а были это клиенты, или будущие клиенты Адмирал Макс. Ну и так начнем, что у нас на этой неделе, очень много было новостей, я давайте начну с них, что мы видим на этой неделе, вот у нас на сайте, а я включу сначала, а то все время забываю, на сайте Адмирал Макетс открою календарь и мы посмотрим, что нас ждет на этой неделе, 26 числа, то есть завтра, все знают, что у нас, у нас ставка, давно не было такого единогласного решения рынков по поводу ставки, никто не ждет никакого повышения, 96,5%, вероятность, что ставка сохранится на прежнем уровне, интриги, собственно, нет, ее даже нет до конца года, если посмотреть все оставшиеся заседания, а их будет, значит, июль, сентябрь, октябрь и декабрь, по-моему, 4, если не ошибаюсь, осталось 4 заседания, так вот, единственная интрига это заседание в конце года, 13 декабря, более или менее рынок ждет какого-то решения, то есть решение по повышению, конечно, ставки, и это решение на 48, по-моему, процентов имеет вес, то есть все же вероятность ровно половина, что ставку сохранят даже 13 или до 13 декабря. Где у нас календарь? Переключаю на календарь, аналитика, календарь Forex, быстренько вбью, ну, время, не важно, пускай будет Лондон, лишь бы время не терять текущую неделю, но понедельник мы уже пропустили, потому что он не показывает прошлые события, календарь вот открыт, все галочки поставлены, по Германии индекс делового оптимизма, не думаю, что он важен, вообще не важен, и даже евро никак не отреагировало, можно сказать. Вот, Великобритания, завтра в среду, тем, кто торгует фунтом, очень важный будет день, ВВП по Британии, инфляция у нас вышла неделю назад, 2,6 было, а сейчас ждем ВВП, в годовом исчислении 1,7, это скорее самая важная часть индикатора, потому что квартальный показатель всегда может очень сильно меняться, но, а вот тем более, видите, по квартальному ждут повышения, что усиление роста ВВП происходит уже вот в последнем квартале, а годовое окажется все-таки ниже, вместо 2% будет 1,7. Что мы еще видим? Jobless Climbs, нет, это не Jobless Climbs, продажа на первичном рынке, недвижимость, никого сейчас не волнует, но решение поставки, вы видите, 1,25, изменений никаких не ожидается, скорее всего, так и будет, с очень высокой вероятностью, но тут важно, что скажет Елен, тут важно, кстати, заседание уже началось, оно, точнее, вот сейчас начнется, оно же 2 дня идет, да, не один день, в среду просто объявляют, оно идет 2 дня. Важно, что скажет Елен, ну, я даже не подозреваю, не думаю, что можно что-то сказать интересное в такой ситуации, скорее всего, повторить стандартные выражения, в сентябре будут, вот, налоговые изменения будут рассматриваться, трамповские, и, наверное, уже важно то, что будет делать ФРС после этого, а до, наверное, не рискнет, мне кажется, все-таки рынок, вот почему рынок на 97% уверен в неизменности ставки. Четверг, ничего важного, а, вот, заказан товар длительного потребления, очень волатильный индикатор, просто нужно следить за ним, и все, если он показывает очень серьезные отклонения, например, вот было минус 1,1, а сейчас ожидается 3, если будет там 4-5, это уже очень высокий оптимизм в экономике, я даже не знаю, куда дальше, куда больше, Jobless Climb на минимумах, ну, тут его нет, потому что он еженедельный, не самый важный индикатор, рынок труда просто показывает успехи, ну, не такие, как в 6-7, но все же количество безработных в экономике настолько низкое, что уже даже грозит даже чем-то экономике, и это не только в Америке, вся мировая экономика в таком состоянии, Япония 3% безработицы, ну, то есть 0 практически, да, 0 не бывает никогда, еврозона начинает потихоньку подниматься, вот, единственное место, где из крупных экономик, где есть какая-то безработица, это юг Европы, Франция, например, 9,5%, Германия, там, 5,6%, ну, в общем, разнятся цифры по всей Европе, но на фоне Японии, на фоне Штатов, где 4,6%, 4,7% колеблется время от времени достаточно высоко, но всегда так было, исторически так было. Так, ну и пятница, пятница, да, вот, ВВП по Испании, что я еще хотел выделить, в Европе несколько стран еще отчитаются по ВВП, это будет Франция и Испания, почему-то нет годовых данных по Франции, 0,5%, как и было, а вот Испания уже 3,1% ждут, то есть юг Европы начинает очень сильно, очень активно подниматься, эффект низкой базы сказывается, но он уже давно пройден, и вот экономика бурно растет. Когда это остановит ЕЦБ, когда ЕЦБ перестанет выкупать облигации, ну, вот, трешей, ой, трешей, Марио Драги в последний раз не дал никаких ответов, так что точного ответа нет, он всего лишь сказал, что до конца года программа выкупа останется, как и была, а ставки вместе с ними, скорее всего, так что интрига и еще раз интрига. Ну и, конечно же, вы спросите, почему же тогда падает доллар, вот, кстати, о долларах, ВВП по штатам тоже будет, уже 2,6 ожидается по штатам, ну, то есть, получается, пятница очень важный день для и для валютного, и для фондового рынка, среда у нас ставки, ну, и в четверг такой промежуточный день товара, заказан товар длительного потребления, то есть, получается, 3 дня подряд будут важные данные, среда и пятница в особенности, ну, и в четверг такой средней и относительно высокой важности будет событие. Теперь вернемся к нашим графикам, к метатрейдеру, на вопрос, почему же все-таки евро растет, можно ответить вот что, я поставлю weekly, чтобы вы видели. Многие из вас, наверное, даже weekly не заходят, да? Я часто туда захожу, особенно в последнее время. Если помните, я говорил в прошлый раз, что хотел на клиентском счету поставить ордер 1.17, или близко к 1.17, 1.17, 1.11 пробили. Лучше бы я его, конечно, оставил, но я по рынку 15 копейками на выступлениях Драги уже сам вручную обменял. Но это была не сделка валютного рынка, то есть, это не трейд был, а просто конвертация денег, клиентских денег, которые сели в евро, но были в долларах на другом счету. Кстати, наверное, те, кто живет в Эстонии и в Прибалтике, может, слыхали, что между банками переводы в долларах сейчас приостановлены, уже пару месяцев, как точно приостановлены. Связано это с тем, что Deutsche Bank ушел с рынка, контрагент, корреспондентский банк для большинства банков, и вот пока не найдут новый, вот такие проблемы с переводами в долларах. То есть, если вы из эстонского банка в эстонский переводите валюту в долларах, то это невозможно. Пока нужно перевести в евро, делать транзакцию, платеж, и потом в другом банке уже конвертировать снова в доллары. Ну, то есть, так у меня и произошло с банковского счета на брокерский клиент. У него было в долларах, он перенул в евро, перебросили на брокерский счет, и я ждал момент, пока эти евро продам. Ну и вот продал по 15 чем-то, хотя изначально на семинаре, на вебинаре вам говорил, что хочу поставить ордер. Ну, просто заседание Драги было, заседание ЦБ было, думал, рисковать не буду, на этом ничего все равно зарабатывать не собираюсь, всего лишь нужна конвертация, спокойствие, понять, что все, счет в долларах, и мы больше валютный риск не несем. Поэтому я, собственно, и поспешил. А так, конечно же, нужно исполнять свои обещания, ордера выставлять и не спешить с ними. Сейчас бы он сработал. Окей, я покажу еще свой счет, так как я его всегда показываю, сегодня было 148 с утра, ну вот нефть подскочила, и немножко у меня коллы проданы, видите, очень много коллов, один даже в деньги ушел, хотя он покрыт, фьючерс есть купленный. Ну вот, часто говорят, покажи позиции сами, по чем ты купил, вы-то здесь не видите, по чем я покупал. Если видно, я сейчас включу. Большинство позиций, конечно же, в плюсе. Ну вот, в акциях еще есть какие-то хеджевые позиции, в целом, вот, минус 550, все-таки не плюс. А вот на фьючерсах 5300, кроме вот этого вот проданного колла, вот этот колл подорожал, я вижу, и по пшенице тоже 50 долларов минус. В общем-то, суммарно по счету 4785, на данный момент плюс по купленным и проданным опционам, а вот по фьючерсам даже 5300. И вот суммарно счет 145-574, хотя с утра было 148, рекорд новый, да, хотя 145 тоже неплохая цифра, в том смысле, что те, кто следит за вебинарами, во вторник приходят, видят, что постоянно счет медленно растет, 141, сначала я радовался планке 140, потом планке 145, вот сейчас жду к сентябрю 150, но, возможно, мы даже раньше достигнем, будет намного раньше. Ну ладно, это я делал для того, чтобы просто показывать вам, что реальный трейдер делает сделки и конструкция и стратегия моя достаточно неплохая. Даже я удивлен ей, даже я тьфу-тьфу, постучу по дереву, удивлен, что уже полтора года вообще никаких провалов, ну там 12% был небольшой провал, полтора года уже все идет достаточно стабильно, очень-то это стабильно. Окей, переходим, да, к нашему метатрейдеру, я приключу гнафик. Что тут делать с евро? Можно все-таки наконец-то понадеяться на то, что сработает уровень 1.17 с копейками, что рынки наконец-то сделают хоть какую-то коррекцию, хотя бы 2 свечки недельные, хотя бы там 300 пунктов, ну 300 даже много, но если мы вернемся вот к этой линии, да, в рамках коррекции, то как раз 300 пунктов и будет. То есть мы ее пробили, ожидается, что возможно сильный пробой, но вот предыдущий максимум, наверное, уже остановил цену, можно попытаться с небольшим стопом сделать цел. Контртрендовая, да, контртрендовая сделка, потому что, видите, краткосрочный тренд вверх, средний долгосрочного тренда уже никакого нет, мы это не считаем, за тренд прошло 2 года, третий год идет, скоро будет зимой, будет 3 года, как этот тренд уже не актуален, так что мы среднесрочно боковой тренд сменили на краткосрочно восходящий. Где он закончится, никто не знает, ну волновики, конечно, могут представлять себе какие-то уровни, я не волновик, и в это сильно не верю, но могу сказать, что можно от уровней попытаться сделать сел, пробьет так пробьет, небольшой стоп на самом деле, ну 60 пунктов, это немного, допустим, на 0,1 60 долларов, на 0,1 вообще 6 долларов, даже на одном лоте 600 долларов, да, казалось бы, один лот, а вот всего 600 долларов, потенциальный стоп-лот, ну даже не на максимум этой недели, а еще выше, сейчас вторник, да, уже два дня, вчерашний, сегодняшний, вот хорошую тень оставили, это, конечно, не прям сигнал-сигнал, но, возможно, коррекция нас все-таки ждет. И обратите внимание на пробой этой линии, те, кто считает, что она случайно нарисована, видите, он не смог пробить, откатился, и, наконец, уверенно пробил, и даже дал подтверждение, что да, действительно, эта линия, она видна, мы ее, рынок ее видит, вокруг нее шли бои, это было, по-моему, на заседании, да, скорее всего, это было на заседании, на драге, и мы ровно от этой линии мы оттолкнулись и ушли вверх. Так что, не сказать, что я жду коррекции, а давайте, кстати, по теханализу графическому посмотрим, что можно ожидать, если все-таки коррекция случится. Ну вот, как всегда рисуем, был вот такой вялый тренд, потом он усилился, достаточно серьезно усилился, и усилился еще раз. Можно ожидать, что он вместо следующего усиления, вот, следующего усиления, все-таки пробьет одну из этих линий и вернется куда-то вот сюда. Хороший, кстати, уровень будет, где его можно ждать, 1.14, потому что пробитие вот этого, даже если на 4-часовых подвинуть, все очень хорошо будет видно, пробитие вот этой вот линии, кстати, она тоже очень четко отслеживается, и пробой, и уход куда-то вот сюда, на 1.14 с копейками, так что все может быть. По крайней мере, мы 1.17 увидели, мы коснулись, рынок дал знать, что да, этот уровень мы видим. Кто взял, взял, вот если бы я поставил тот ордер по конвертации, он бы все-таки был на очень хорошем уровне, я бы сейчас был рад, что сделал это. Хотя никто не знает, можем и дальше пойти. Что еще? S&P, да, S&P все еще остается в этом канале, не дай бог ему пробить верхнюю планку этого канала, потому что почему, не дай бог, я по многим хай-тек компаниям сижу все-таки, стратегия опционная, она медвежья, шортовая, так скажем, и какое-то усиление тренда мне не очень поможет, портфели могут немножечко еще в минус уйти. Что я назвал усилением тренда, это уход выше вот этой вот линии, вот как вот здесь было усиленный такой нарастающий тренд зимой этого года, после Трампа. Мне лично не выгодно, но посмотрим, что будет. Пока что мы ровно у границ этого канала, пробитие даст новый виток, 2500 можем увидеть, хотя мы уже почти дошли в 2500 уровень, увидели, коррекция окажет, наверное, движение до 2430, а если будет 2400, тут уже можно будет ожидать более серьезной коррекции, потому что зачастую коррекция сама является дополнительным фактором на рынке. Медведи, чем больше рынок падает, тем больше их подключается, но в последнее время этого не происходит, все откупают, абсолютно все, коррекция на полпроцента откупают, на процент откупают, на 3 я даже не видел, что была коррекция на 3%, но может быть на Трампе было на фьючерсе ночью 4%, вот вы здесь видите, а после этого какого-нибудь сильного 3% падения, не то что в течение дня, даже в течение недели, я не видел. Так что все может быть. Пока удобно, наверное, даже для себя психологически торговать в канале, работать от уровней, не нарушать вот такой графический теханализ, чтобы потом никого не винить. Пробьет, окей, стоп-лосс работает. Это, конечно, сложно стоп-лоссы ставить, они все время выше, выше, выше и выше. Легче просто дождаться какой-нибудь черной свечи разворотной, сделать шорт и от максимума этой свечи поставить стоп-лосс, ну и выше линии, чтобы он был, конечно же. Ну и ждать куда-нибудь уход на 2430. Что у нас? Ну, Apple интересно, золото уже тоже достаточно сильно выросло, ничего интересного там не происходит. По газу я ждал, что мы дадим новый минимум, и я продам опционы на 2,5 уровня, на 2,25, но не дали, боковик. Вот это самая ужасная для опционовичка ситуация, ничего интересного не происходит. Если он еще немного поколеблится, я уже начну покупать колы и путы в надежде на какой-нибудь там сезонный фактор летом, какого-нибудь ильни-нио, я не знаю, отклонение к климатическому, аномалию или еще что-то, или жару, там, чрезмерное потребление. Но пока этого мало. Нужно, чтобы еще немного он поколебался, чтобы можно было говорить о снижении волатильности, о каком-то коридоре. И потом для тех, кто не опционщики, вот что можно делать в такие ситуации. Работает, мне кажется, лучше, чем даже хотелось бы. Вот вырисовывается треугольник, вы просто выставляете этот треугольник. Чем дольше мы будем в этом треугольнике находиться и, так сказать, тупить, это Дели, да, это Дели. Чем больше мы будем тупить внутри этого треугольника, тем сильнее будет пробой. Вот и все. Сидим, ждем, пока цена колеблется. Лучше, конечно, чтобы мы не сейчас пробили, а немного поколебались, или верхнюю планку пробили, или нижнюю. Но важно, чтобы очень долго был флэт. Рынки настраиваются на сильное движение, спекулянты настраиваются на пробой, им надоело сидеть в пуском канале. И когда он происходит, наконец-то они уволят движение. Что вам и советую делать. Ну, я через опционы буду заходить точно так же. Вот у меня еще я купил по заре колл. Буквально вчера или позавчера это было. 37, нет, подождите, я скажу, если у меня программа открыта. Нет, не открыта. Может быть, на почте смогу посмотреть, какой колл я купил. ITX точно был. ITX. Где же он? Где же он? Вчера. Позавчера. Нет, наверное... Да, вот. 35,71. Вот я проставлю здесь. Я купил... Это Zara, для тех, кто не знает. Это компания, управляющая Inditex, управляющая. 35,71, да, было. Вот тут. Вот видите, неужели так высоко. 35,71 колл, сентябрьский. Да, ну, еще два месяца у нас есть. Цены подешевели на эти коллы. Я, конечно, где-то вот здесь покупал, они сейчас еще дешевле. Но посмотрим, что будет. Европа корректируется. Вы видите, как 40, хотя сегодня еще подрос, делал коррекцию. Кстати, по графическому анализу очень даже похоже, что мы наткнулись на хорошую линию. Нет, еще не наткнулись, еще не коснулись ее. А предыдущую даже пробили. Так, если ее брать... Да, предыдущую пробили. Мы можем еще немного скорректироваться в район, там, 5 тысяч. Ну, посмотрим, можно же от этих уровней отскочим. Поэтому Zara, Inditex и Bex, испанская биржа, все они падают. Так что отдельная бумага, проблема не в ней. Чего не скажешь про BMW. Все вы слыхали про скандалы последние. BMW, Mercedes, там было очень много всего замешано. Вот мы в чате, кстати, в скайпе это обсуждали вчера ночью. Я забыл написать свой скайп. У нас только-только начинают появляться дискуссии. Мы только-только начинаем как-то живые разговоры вести. Ну, понимаете, когда в чате 5 человек, не разговоришься. Сейчас у нас 22, и вот вчера был один из таких продолжительных разговоров на эту тему. В том числе есть уже постоянные активные участники. Виталий, например, постоянно скидывает ссылки. Спасибо ему, интересные новости. Например, сегодня он сообщил нам, что уже опционы на криптовалюты торгуются. Найдите по стране Испания. И там в картинке, в аватарке нарисован медведь плюшевый. По стране fred.flipper. Если их много, найдите того, который регистрирован в Испании. Так что скоро будут уже и опционы на криптовалюты, на биткоин в частности. Так вот, мы говорили о... Сейчас еще вопрос, посмотрю здесь в чате. Хорошо, я отвечу на вопросы здесь прямые заданы. Но лучше их в чате писать, пускай все видят вопросы, и все могут увидеть и вопросы, и ответ. Ну вот, сначала Сергей спрашивает, тема маркетмейкера, их роль на рынке. Он предложил новую тему. Что я могу сказать? Честно говоря, я для такой темы даже не готов сильно. Как адепт полной рыночности на финансовых рынках, адепт того, что все торгуется справедливо. Я часто даже не смотрю на то, что делают маркетмейкеры. То есть, они есть, они создают ликвидность на рынке, но какие-то находить системы, отслеживать крупного игрока, маркетмейкера, я не сторонник. Я даже не знаю, Сергей, смогу ли я такое провести, мне просто не о чем будет сказать. Хотя, может, со временем, тема, конечно, интересная, а со временем можно что-то нащупать, но боюсь, что мне просто ничего интересного, нечего вам говорить, нечего вам подсказывать в плане торговли, системы и так далее. Разве что будет информативный какой-то вебинар. Ну и Алекс спрашивает, для понимания опциона кола это право купить актив. Да, для покупателя опциона кола это право купить актив. Да, зарабатывающая цена ушла выше. Так, возвращаюсь в общий чат. А, ну вот вопрос тот же появился, я уже на него ответил. Итак, идем по графикам. В отличие от немецких производителей, автопроизводителей, все остальные бумаги движутся примерно наравне с индексами европейскими. Только эти два, две бумаги, Daimler и BMW, они оба есть у нас в метатрейдере, упали, ну, можно сказать, сильно. Не то, чтобы прямо очень сильно, но, можно сказать, упали сильно. А если вы все-таки верите в то, что эти два концерна избегут каких-то сильных штрафов серьезных, восстановятся, не как Volkswagen. Volkswagen-то не сильно восстановился, там такой флэт длинный, да, кто видел акции Volkswagen после того скандала с CO2 выхлопами, там практически уже года два ровная такая линия с небольшим уклоном вверх. То есть, все-таки откупают Volkswagen, но сказать, что акции вернулись на прежний уровень, нет, конечно, они не вернулись. А если вы верите в то, что скандал на этих двух компаниях будет еще менее таким скандальным, штрафы будут меньше, то может даже время покупать, смотрите, какие-то уровни интересные уже даже появились. Хотя теханализ нам сигнализировал еще до того, как произойдет обвал. Видите, хороший был коридор, мы его пробили, потом дали попытку снова, да, быки подняли цены и оттуда с грохотом начали падать. То есть, технический анализ, не зная даже об этом скандале, намекал на то, что медведи собираются атаковать эту бумагу, они уже взяли, победили этот бой, но попытки быков не останавливались, вплоть до двойной дно, там все такое, уровень поддержки, вплоть до попытки уйти на новый локальный максимум, ничего не получилось, с ГЭПом рынок открылся, ну и дальше улетели вниз. Это были акции BMW, 79, 250 сейчас стоит бумага, хотя доходили до 90 совсем недавно. Что еще тут? Ну, Boeing на новых максимум, понятно, тут делать нечего. Да, и я еще купил Disney Coal, вот примерно на таком же уровне была бумага, 106, я убежусь, что все видно, 106. Тут еще Россен спрашивает, сейчас я дойду и до этого вопроса. Примерно на этих уровнях я купил Coal, по-моему 110, сентябрьский тоже, то есть ожидаю, что мы уйдем выше 110 и продал 120 или 125 кол, исторический максимум. То есть мне выгодно выше 110 и не выше 120 или 125, ну посмотрим. По крайней мере рисковать, риск уже заложен, я все, что мог отдать, отдать на этот кол и больше не потеряю ни копейки, даже если здесь не уйдет до нуля. Россен спрашивает, если европейские акции падают, значит это, что евро тоже будет падать. Нет, связь слабая, достаточно слабая, потому что монетарная политика, которую проводит, допустим, монетарная политика, которую проводит ЕЦБ, на акциях и на валютах сказывается по-разному. Но вот в теории, если политика ужесточается, то есть ставки повышаются, облигации не выкупает банк, то со временем высокая ставка будет очень негативно влиять на бизнес-компании. Потому что чем дороже ставка, тем больше им придется платить за кредиты. С одной стороны, но это важно, когда ставки достаточно высокие, между 0,5 и 0,75 никакой разницы нет. А с другой стороны, повышение ставки для валюты, это как раз большой позитив, потому что высокая ставка привлекает деньги в валюту. Чем выше ставка по депозиту, понятно, что тем больше будет желающих хранить деньги в этой валюте. Если при прочих равных, по доллару ставка будет 0,5, а по евро, по какой-то причине ставка улетит на 3%, конечно же, евро будет от этого очень сильно выигрывать. Просто приток капитала в евро будет большой. Та же причина и была с долларом связана. Доллар рос долгое время, по причине того, что рынки уже увидели повышение ставки в долларах в Америке и не видели пока повышение ставки в еврозоне. Теперь все немножечко перевернулось в ожиданиях. Рынки уже ждут, что Европа начнет активно повышать. Для нее это будет только начало всего процесса. А Штаты уже прошли какой-то путь. Это плюс Трамп, всякие скандалы в Белом доме, скорее всего, влияют на слабость доллара и рост евро. Алекс спрашивает, получается, что продавец опционокол начинает терять деньги сразу после роста цены. Да, все верно, страйк, все, что выше страйка, он теряет. Ну и премию он уже заработает. В принципе, может, да, может на споте, на этих уровнях заходить продавать. Но я никогда не отслеживал, действительно ли это работает, действительно ли продавцы опционов, кто они, как их увидеть, делают это на споте, защищают эти уровни. Есть, конечно, статистика с биржи Чикакской. Можно посмотреть, на каких уровнях большой открытый интерес по опционам и смотреть, как будет прохождение того или иного уровня. Но я таким не занимаюсь. Может быть, что-то можно найти. Даже в сети есть масса всяких роликов про опционные уровни. Как это работает, я не знаю. Я вообще далек от того, что что-то где-то как-то работает. Все время абстрагируюсь от той идеи, что вот можно найти Грааль, посмотреть то-то, то-то и все будет понятно. Будь то код, вот эти вот объемы, да, будь то опционные уровни или что-то другое. Все работает в комплексе, если вообще работает. Ну, вот Рассен написал, что если европейские индексы падают, то, скорее всего, европейские индексы что-то плохо. Но так же прямо я не говорю, потому что, во-первых, европейские индексы же падают не то, чтобы прямо вот сильно упали. Ну, небольшие коррекции, да, на фоне роста Америки. Это выглядит, конечно, странно, но небольшие коррекции в несколько процентов. Более того, опять же, факторы, влияющие на Европу, на валюту и на акции, совершенно разные. Компании могут чувствовать себя не очень хорошо, а наоборот, валюта укрепляться. Более того, некоторым компаниям даже не выгоден рост евро. Может быть, некоторые компании, которые связаны, например, экспортные компании, которые продают за границу, им очень даже не выгоден рост евро. Чем дороже евро, тем меньше они получают в обмен на доллары этих евро. То есть, какая-нибудь там BMW, если она за границу продает автомобили в долларах, в австралийских долларах, в иенах, еще в чем-то, получает эту валютную выручку и меняет ее потом на евро внутри страны. Одно дело, евро дешевый, можно обменять доллар, получить много евро. Другое дело, евро дорогой. Меняешь и получаешь малые евро. И получается, чуть ли работаешь в убыток. Окей, вернемся к метатрейдеру. Мы там и были, собственно, метатрейдеры и были. Вот, я показал какие-то идеи свои, заявки, ордера или уже сделки по Диснею и по Заре. Что еще можно сказать? Давайте посмотрим, почему-то не идет курсор. Туда, ну ладно, переключу вот так. Что это у нас? Снэпчат, вот что, видите, случилось с Снэпчатом. У меня как раз конструкция вниз. Что-то там, 15-й куплен, 12-й продан, что-то такое. В общем, не выгодно, чтобы он шел вниз. Убыточная компания, Твиттер, повторение истории Твиттера, скорее, ждет Снэпчат. Не может пока выйти в плюс. И, скорее всего, даже не выйдет. Пока нет никакой информации, которая бы говорила о том, что Снэпчат – успешная компания и скоро выйдет в плюс. А какой был ажиотаж на IPO, если вы помните, да? Я там тоже неплохо заработал. Вот одно из немногих IPO, одно из немногих событий, которое, мягко говоря, сработало безотказно. Было очевидно, было понятно. Я даже об этом и писал, и говорил, что Снэпчат – убыточная компания, и мало что от него можно ожидать в будущем. Так, Сергей пишет, есть ли у вас стратеги или кинетик ГЭП, которые вы здесь просто думаете. А вот тут тоже противоречиво. Многие говорят, что цена обязательно вернется к ГЭПам. По моим наблюдениям, не то чтобы не факт, чуть ли не 50 на 50. ГЭП вообще в классической литературе по теханализу, ГЭП – это подтверждение или доказательство того, что тренд сильный. Ну, если он в сторону тренда, то это говорит о том, что тренд достаточно сильный. ГЭП говорит о том, что цены убегают с большим отрывом. Они не просто падают или там растут. Они просто с отрывом убегают от прошлых цен, неравномерно, а создавая большие вот эти вот разрывы в ценах. Поэтому возвращаются только те бумаги, где ГЭП был какой-то краткосрочный, связан с каким-то фактором временным. А там, где действительно это было продолжение тренда, ни разу и не возвращаются. У меня вот из наблюдений чуть ли не 50 на 50 возвращение цены в ГЭП, закрытие ГЭПа или не возвращение, сохранение тренда доминирующего. Так что это у нас новоделандец, я не торгую, не наблюдаю. Вот Даймлер, видите, то же самое. Он даже сильнее, по-моему, чем БМВ упал. Тут надо смотреть. Кстати, чем вам не парный трейдинг, да, БМВ, Даймлер, можно, если они оба замешаны, можно на какой-нибудь новости, где один из них замешан больше, или там отклоняется цена, не надо даже новость, отклоняется цена сильнее. Можно на этом просто построить стратегию. Сначала нужно изучить, что мы будем 2 августа делать. Сначала нужно понять, есть корреляция или нет, придать числовое значение этой корреляции, понять, насколько может отклоняться корреляция, когда это было, как, что лучше, часовой или дейли, и потом уже вот такие гипотезы ставить и их тестировать. Но опять же, тут опасно, что тут есть скандал, тут есть новости, он может увести куда угодно. Поэтому надо заходить, скорее всего, уже после новости, чтобы ловить эти дисбалансы, а не до, потому что спред может увеличиться очень сильно. Окей, идем дальше. Что у нас тут еще по графикам? Даймлер, это уже другой график, это уже weekly, значит, было 74 почти и упали на 61. Да, достаточно сильный провал. Я уже не говорю про то, что в 15-м году достигали 95, а сейчас 61. Ну, тут еще краткосрочные связаны. Видите, все это время, пока падал Даймлер, рос Тесла, росли акции Тесла. И Тесла буквально недавно был на исторических максимумах, в то время, как Даймлер даже до скандала в прошлом году, в июле, падал чуть ли не до 50. Возможно, вместе с Volkswagen это и происходило чисто в тренде. Но я не знаю, не уверен, с чем это было связано. Дальше, но Apple ничего нет. Microsoft, вот потом говорят, что теханализ не так хорошо работает, он прекрасно работает. А Microsoft, видите, небольшой прорыв был. Ну, окей, будем считать, что тут мы потеряли на стоп-лоссе, думали, что пробьем линию, уйдем. Отчетность, наверное, вышла до июня. Нет, нет, не отчетность, не похоже на отчетность. Вот мы снова коснулись этой линии, не закрылись ниже и сегодня растем достаточно усиленно. Отчетность у Microsoft, помню, недавно была, если не ошибаюсь. Да, совсем недавно была отчетность. Они очень сильно заработали на облачном. Не то, что сильно заработали, темпы роста прибыли в облачных сервисах достаточно впечатляющий. И это на фоне конкуренции с Amazon, с другими провайдерами. Так, что это у нас? Фунт. Прекрасно ведет себя вот такими рывками, очень красиво торгуется. Можно прям хоть линии рисуй. Вот, прекрасно торгуется. Посмотрим, что будет завтра на ВВП. Даже можно немножечко увеличить. Ну, я не знаю, как это сделать на Mac. Mac не реагирует, наверное, вот здесь. Да, наверное, вот здесь. Посмотрим, что будет дальше. Знаете, выходит ВВП совсем скоро. Так, что у нас еще было? Это бренд... А, нефть, конечно же, нефть. Самое главное. Да, NASDAQ еще стремится новый максимум хапануть, взять. Уже тоже достаточно сильный рост. Вот почему я говорю, что все откупают. Даже на NASDAQ пробитие такого важного дейли уровня. Неплохо, конечно, дало заработать. Но только внутри дня, только для спекулянтов. Сильного амвала трендов не было. Все откупают. Буквально вчера еще мы пробивали сильный уровень поддержки. Канал, да, восходящий. А сегодня уже на новых максимумах от предыдущего уровня. И вот сейчас стремимся тоже к новым вершинам. Это у нас JP Morgan и Bank of America. Видите, как они даже гэп одинаковые дают. Вот к парному трейдингу я возвращаюсь. У них даже гэпы случаются. Допустим, если это была отчетность по какой-то компании. Или еще какая-то новость одной компании. С чего же должна вторая только и поставлять. А вот оставила. Ходят эти бумаги тоже одинаково. Даже гэпы оставляют одинаково. Ну и наконец нефть. Что тут можно сказать. Скорее всего выступление. Вчера или сегодня было. С утра я смотрел по РБК. Показывали, потому что проходит эта встреча в Санкт-Петербурге. ОПЕКовские функционеры и партнеры ОПЕК, включая Россию. Достаточно оптимистично выступал. Один из функционеров. Не помню даже кто это был. Глава был ОПЕК или нет. Говорил, что все хорошо. Абсолютно все хорошо. Мы довольны диалогом и внутри ОПЕК, и с партнерами. И даже с американцами. С которыми мы хотя бы садимся за стол переговоров и обсуждаем. Я не знаю, что они обсуждают. Точнее, до чего они договорились. Но как можно обсуждать цены на нефть с теми, кто активно качает. И с теми, кто снижает квоты по добыче. Вот этого я не понял. Скорее всего просто слова. Чтобы не ударить лицом грязь. Ну и он сказал, ну это не он сказал. Уже новость была по поводу Саудовской Аравии. Что отправка, точнее выгрузка нефти на 1 миллион баррелей снизилась. По сравнению с прошлым годом. Точнее с августом прошлого года. Эта новость тоже могла повлиять на бычеринг. Ну и вообще идут мощные покупки. Запасы снижаются. Лето у нас сезон повышенной добычи. Опять же пробили линию, как и на NASDAQ. Попытались зайти. Что-то получилось. В эти моменты хорошо ставить стоп-воз выше линии. Ну и ждать дальше. Тут как бы делать нечего. Совсем немного получилось. Дальше министр энергетики, то ли Саудовской Аравии. У них министр энергетики и промышленности называется. То ли его выступления, то ли какие-то другие рыночные новости способствовали росту. И мы сейчас уже достаточно сильно выросли. Тут слишком много линий. Убил таймфлейм на аж 4. Даже не знаю. Я бы приготовился к продажам от важных уровней. Вот допустим 48. Неплохой уровень. Или все, что близко к 48. Можно с небольшим стопом продать. Я бы вот что делал. Я бы продавал каждый раз на очень важных уровнях. Вот теперь 48, как я говорил, важный уровень. Со стопом выходил, ставил там на доллар 2 выше, снова заходил. Ну в общем ловил бы не дно, а потолок. Вот так бы я делал, если бы у меня не было огромного количества опционных позиций колов. Но самый мой ближайший риск по колам 52,5. По-моему, если не ошибаюсь. Конечно 47 тоже продан, но он покрыт. Да, 52,5 истекает в августе. Сентябрьский истекает в августе. То есть через 25 или сколько-то там в ней он истечет. Собственно, я по-прежнему остаюсь медведем. Но временно, сезонно можно немножечко уменьшить пыл. По двум причинам. Во-первых, сезон потребления. Во-вторых, сезон ураганов. Вот август уже, скорее всего, можно назвать началом, календарным началом сезона ураганов. А кто знает, какой ураган. Тем более в этом году ожидают аномалии. Эль-Ниньо, Ле-Ниньо летом. Хотя, правите, они обычно же зимой приходят. Но вот я читал в обзоре, что ожидается все-таки этим летом аномалия. Из-за каких-то, ну не циклонов даже, а именно из-за климатических аномалий. Так что, да, медвежий сценарий остается, но как бы не надо с ним спешить. Сразу ряд факторов говорят нам о том, что рынок, не то чтобы перепродан, а вот реальный рынок нефти, на нем есть процессы, которые могут намекать на дефицит нефти. Это летнее потребление чрезмерное. Кстати, лето в Саудовской Аравии тоже чрезмерное потребление. Там плюс 50, все включают кондиционеры. Уже сезонно идет повышенный спрос. Ну, это рынки уже учитывают, это же всегда так происходит. И еще один фактор запаса. Они снижаются активно, очень активно. Они снижаются. И вот в последний раз, по-моему, было 7 миллионов. Кстати, завтра запасы выходят. Я вот думаю, что я забыл, о чем забыл сказать. Завтра выходят запасы. В среду, да, и не знаю, какой там прогноз. Давайте посмотрим в календаре Адмирала. Наверное, я уже закончил наш вебинар. Только глянем, какой прогноз по нефти. Для этого нужно убрать галочку самых важных и оставить средние важности. Или даже зеленую. Вот, Wednesday. И включить в фильтре все новости и посмотреть, что будет в среду. Среда у нас в автро. Wednesday по штатам. Сколько тут флажков я включил? Даню даже включил. Швецию. QVET. Инфляция 2,7, кстати, там. Грузия. Решение в процентной ставке. Запасы сырой нефти. Да, было нет. 7,5 было позапрошлого. В прошлый раз было 4,7. Сейчас ожидается 2,98. Почти 3 миллиона тоже дефицит. Так что, если будет все-таки не дефицит, а прирост, то нефть уже оттуда может развернуться. Так, еще пишет, получает продавец. Опцион покрыт, значит, в деньгах. Нет, опцион покрыт, это значит, что если у меня продан колл, я кому-то должен отдать этот актив, то я уже имею этот актив на руках. Допустим, у меня есть акции Microsoft, и я купил их по 70, и я продал 75 колл. Это значит, что он покрытый, он не рискует. Если что, я отдам эти акции, которые у меня есть. Я вижу еще один вопрос. А, про иену я не говорил. Ой, я давно даже иеной не занимаюсь. Ни в опционах, ни на споте, нигде. Нет, даже не знаю, где у нее график у меня. Открыт ли или нет. Вот здесь под рукой его нет. Ну, давайте завершим. Всех жду в следующий вторник и в четверг. Свяжитесь с Романом. Все, что нужно, закинуть на депозит 200 долларов. И, кстати, потом их можно снять. Но я бы не снимал, я бы как раз эти 200 долларов тестировал как депозит для парного трейдинга. Вот не трогал бы оставшийся депозит, потому что он у вас, наверное, уже по другим стратегиям занят. Чтобы не нарушать, собственно, свое поведение, что ли, психологически не разрушать менталитет. Лучше оставаться в тех рамках, в которых вы торгуете, торговать, как вы торговали. А вот эти 200 долларов, которые нужны для участия на курсе, потратить именно на эту стратегию, строго выделить для этой стратегии. Посмотреть, что из этого выйдет через 3 месяца, через 6 месяцев. А сначала я, конечно, на доллары бы торговал. Ну, то есть эти 200 долларов можно закинуть, оставить или потом снять. Все, что угодно с ними можно сделать. Я бы сначала на доллары бы торговал, проверил бы, как это работает, норовился бы, руку бы наточил. А потом уже переходил бы именно на эти 200 долларов. А если получится, может быть, вам так понравится стратегия, что вы перестанете торговать по своим каким-то моделям, видению, теханализу и переключитесь на парный трейдинг. Я его сейчас не использую, откровенно говоря. Это такой промежуточный был этап. Я его сейчас использую только в акциях, как более долгосрочный маркет нейтральный. То есть парный не в моменте ловить отклонение от пар, а долгосрочно ловить отклонение хороших бумаг и плохих бумаг. Это, кстати, еще одна категория, что ли, еще один вид рыночно-нейтральных стратегий, более популярный среди хедж-фондов. То есть парный трейдинг – это такой внутридневный, более быстрый вид рыночно-нейтральной стратегии. А вот сама рыночная нейтральная стратегия на акциях – это уже такой долгосрочный портфельный анализ, портфельная торговля, когда у вас портфель разделена на две части, на хорошие бумаги, на плохие, хорошие покупаете, плохие шортите и ждете, пока индустрия или вырастет, или упадет. В выросшей индустрии хорошие бумаги показывают больший рост, чем плохие. А если индустрия рухнет, то плохие вылетят с рынка раньше, чем хорошие. Вы вот на этой дельце заработаете. У меня все. Всех жду на курсе, на вебинаре, который, собственно, является курсом 2 августа. Ну и мы еще увидимся во вторник, следующий вторник будет обзор рынка. Всем профитов, всем хорошей торговли. Встретимся во вторник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!